День в большом городе 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 60-е. И мы сразу видим, несмотря на то, что лицом она выглядит на 60, одеждой, прической, макияжем она выдает, что ей 80. И, собственно говоря, вот сейчас возвращаемся к этим барышням, чтобы они не чувствовали сейчас свое превосходство. Молодые барышни по отношению к моей соседке и, может быть, даже где-то ко мне. Барышни, которые сейчас успели нарастить широкие большие брови на лбу. Если они плюс-минус год-два в этот период сейчас вышли замуж, успели родить двоих детей, то 80% вероятности, что они до конца своих дней будут ходить с такими широкими бровями, даже если мода в следующем сезоне нам скажет «Все, это больше не модно, давайте опять, как в 40-е годы, сделаем ниточку». Именно поэтому я предпочитаю этикет в одежде. На самом деле их можно помирить и подружить. Вот мы с вами сейчас сделаем небольшой перерыв, а после него я покажу вам абсолютно реальные картинки, которые относятся к модным тенденциям 2020-го и даже 2021-го года. Мы посмотрим, что модно и насколько это согласуется непосредственно с этикетом в одежде. Ну, женщины большого города, добавим пищу для размышлений, ну вот про моду, не моду, этикет. Что такое худи? Это модно, это согласно этикету, это вы должны иметь в шкафу или нет, нам расскажет Светлана Кейзерова. Сегодня слово худи мы слышим из каждого утюга. А что же обозначают этим словом? На самом деле это всего лишь толстовка из трикотажа, либо флиса с капюшоном. Спереди еще может быть и карман. А объемное худи, пожалуй, может стать символом эпохи, времени, в котором мы живем. И сегодня я покажу вам самые горячие образы с худи, которые вы легко воплотите в жизнь. Худи и пальто – это мало того, что модное, но и действительно практичное сочетание. Если пойдет дождь, вы не промокнете. Такой дуэт делает образ атлетичным, особенно если пальто строгое. Важную роль играют аксессуары. Они помогут вам уйти либо в спортшик, либо в кэжуал, в зависимости от цели, которую вы преследуете. Худи и джинсовка – это очень драйвовое сочетание, позволяющее проявить себя в амплуа дерзкой и уверенной в себе женщиной, которая верна себе и не гонится за трендами. Здесь особенно важно подобрать объемную джинсовку, чтобы она не облегала, и крутые черные очки. Тогда все заиграет на 100%. Еще один из вариантов, который я предлагаю носить худи, как платье. Да-да, вы не ослышались. Объемное худи лишь подчеркивает хрупкость и изящество нежных женских форм. Если для вас такой вариант чересчур смелый, я рекомендую надеть под худи короткие шорты. Вполне уместны будут джинсовые или велосипедки. Самый писк – замиксовать всю эту историю с сапогами-батфортами. Это сочетание несет в массы не только Ким Кардашьян, но и самые продвинутые модницы. Еще один интересный способ – это носить худи с платьем либо юбкой. Грань между дневной и вечерней одеждой размывается все сильнее. Если хочется немного сбавить пафос платья в пайетках или отмести все подозрения в откровенности платья-комбинации, берите в оборот худи со спортивной обувью. Только не забывайте про колготки, если речь идет про холодную пору года. Следующий вариант – это худи и тренч. Сочетание, при котором объемный плотный тренч можно носить вплоть до минусовой погоды с худи и подстежкой. Расслабленность образом можно усилить благодаря шелковым широким брюкам или мешковатым спортивным штанам. Акцент лучше сделать на металлизированном аксессуаре, рюкзаке или обуви. Сюда подойдет любое бланковое худи, которое есть в масс-маркете. Такие обычно несложно найти в мужском отделе. В чем преимущество худи? Он сочетается с многими вещами, подходит большинству типу фигур и очень комфортно в носке и уходе. Я рекомендую тем, кто беспокоится об излишнем объеме, отказаться от вариантов худи с карманом спереди. Также советую обратить внимание на оверсайз модели. Их легко можно найти в мужском отделе. Дерзайте, экспериментируйте. Успехов вам на модной стезе! Оль, ну как тебе сюжет? Носишь худи? Обе истории, и это, и предыдущие, это все про моду. И, собственно говоря, мы сейчас и продолжим с вами смотреть картинки абсолютно модные. И я вам сразу скажу, пока это модно, вы можете нарушать любое правило в одежде, даже если оно касается этикета. Но в этом случае вы должны следить не только за началом модной тенденции, но и за ее финалом. Как только это вышло из моды, вы должны обратиться либо к правилам этикета в одежде, либо к новой модной тенденции. Потому что, еще раз вам говорю, очень часто мода строится на том, чтобы нарушить правила этикета. Почему так? Потому что каждый сезон надо что-то придумывать новое. Понятно, что у всех дизайнеров рано или поздно фантазия иссякает. Что они делают? Мне кажется, что они прям берут книжечку по этикету в одежде, читают, нельзя делать так. А давайте в этом сезоне так и сделаем. Поэтому мы сейчас будем смотреть, что же модно в этом сезоне и даже в следующем. И заодно разбирать, какое правило в этикете здесь нарушили. И будем его нарушать ровно столько, сколько это будет модно. Как только выйдет, мы будем знать, что так делать нельзя. Итак, первая картинка. Что вас тут сразу обращает ваше внимание? Или, может быть, смущает? Вообще ничего не смущает. Это, наоборот, мы обсуждали, радует, что можно сейчас носить красивые платья с удобной обувью. Кроссовки, мюли, тапочки любые. Но два года назад смущало. Очень смущало. Вот, я только хотела это сказать. Еще два года назад, если бы мы увидели такую картинку, мы бы сказали, это полная дикость. Это просто невероятно. Девушка сломала туфли, каблуки. Да, потому что эта тенденция к нам пришла только прошлым летом. Но мы уже за год успели к ней привыкнуть. Более того, она нам понравилась, и мы с удовольствием этим пользуемся. Я, несмотря на то, что позиционирую себя в данный момент и вообще, в принципе, как педагога по этикету, я нахожусь сейчас тоже в кроссовках, несмотря на то, что стою в платье. Оля, а ты как педагог знаешь, сколько еще продлится вот эта замечательная мода? Не знаю. Как правило, два-три сезона, если очень прям нравится-нравится и хорошо покупается, продается. То есть мы голосуем деньгами. Если мы участвуем в этом процессе, то мы можем растянуть этот процесс. Поэтому если нам будет очень нравиться, если мы будем платить деньгами, то это может и остаться вообще навеки вечное. Но вообще вы должны понимать, что это смешение двух стилей в данном случае, потому что платье практически такое вечернее, а обувь откровенно спортивная. Давайте платить, наверное. Нам нравится. Нам удобно. Договорились. Все. Следующая картинка. Что, может быть, вас смущает, либо бросается в глаза, либо все нравится? Ну, может быть, только если пакет, который выбивается по цвету, у меня, например, ничего не смущает. Пакет вычеркнули. Пакета нет. Раньше, наверное, бы смущало то, что черные плотные колготы и белые, такие прям вот контраст ботильоны. По этикету белая обувь самая сомнительная. Вот если есть возможность отказаться от белой обуви, откажитесь. Потому что белая может быть либо спортивная обувь, кроссовки, кеды, либо морская, то есть если вы выезжаете на отдых куда-то, либо вы где-нибудь на яхте, на прогулочной. Казаки могут быть белые. Ну, тут тоже есть такая двоякость. Либо белая может быть обувь для невесты. Все. В принципе, вот четыре варианта белой обуви. И чешки. Остальное? Ну, чешки, да, да, да. Ну, это спортивный вариант. А когда мы говорим про одежду, которая черного цвета, в этикете есть правило. Мы никогда в жизни, даже на эти четыре случая, белую обувь не надеваем. Если выше, неважно, колготы, брюки, юбка, черного, синего, либо коричневого цветов. Ну, тут в данном случае с этим правилом согласятся даже стилисты, потому что таким образом мы отрезаем от себя кусок тела. Если бы у нас были черные колготы и черная обувь, неважно, кроссовки. Ножка была бы длиннее. Да, и фигура была бы стройнее. Поэтому в данном случае нарушение этикета и стилисты тоже будут на моей стороне. Оль, но если черный костюм, белая футболка, белые кроссовки. Сейчас это тренд. Вот прямо вот в этом году белые кроссовки под черную одежду. Поэтому пока модно, нарушаем, прям с удовольствием, но знаем, как только закончится, забудем. Дальше. Что тут смущает? Босоножки, понятно. Босые ножки. Молодец, Наташа. Босая ножка. Мы эту обувь надеваем только на голые ноги. Поэтому никакие колготы, тем более такие плотные, быть не могут. Движемся дальше. Хорошо, что на нас не слышит. Да, я вам специально таких крамольных барышень известных наведу. Можно я на это не буду? Здесь должны быть мужчины в сандалиях. Это тенденция, вот если вы еще не в курсе, этого года. Вот это вот, да. Это прям модное веяние этого, и оно будет еще в следующем году очень актуально. Мы видим, что тут достаточно такое нарядное торжественное вечернее платье. Мы видим носки и шлепанцы. То, за что мы всегда ругали особенно сильно мужчин. И если вдруг какие-то барышни грешили этим где-нибудь на отдыхе, то это сейчас модная тенденция. Но это может только в гараже ходить, вот как она. Нет, нет, нет. Ведь она не в городе. Я почитала, вникла специально. Это не просто она вот так случилась. Это выход в свет. Она реально так может выйти на улицу. И не одна одна. Там на самом деле очень много уже известных... Оль, и у нее там 150 миллионов подписчиков и 150 миллионов купят именно эти носки. Конечно. Как раз она является транслятором модных тенденций. Один раз, сделав вот такой вот... Проводник мир моды. А до этого на три года ходила в прозрачных, клеенчатых, простите, ни сапогах, ни босоножках. Не понять, что... И что вы хотите сказать, что так сейчас не носят барышни? А к нам даже еще это не докатилось. Более того, она укатилась. Она была в моду даже какие-то выдающиеся части. До нее была выдающая часть другая в моде. Она за. Дальше, следующая картинка. Что тут вас может смутить? Ну, ничего так. Ну, у меня лично... У меня босоножки, колготок нету, все вроде бы правильно. Ой, кружево все везде. Кружево, свитер. А что к кружево нельзя? Можно, конечно. Не-не-не, просто как-то... Это шребус. Сочетать несочетаемое. То есть грубые вещи с шелком, с легкими вещами. Когда мы говорим про гипюр, про кружева, это лето, это весна, это легкость. Когда мы видим, что там кофта, а в одном из случаев вообще с горлом, и либо куртка, это смешение, опять-таки, двух сезонов. Теплый и холодный. Смотрим дальше. Ой. Что тут? Шубы. Это пальто. Что длиннее пальто, короче, платье. Да-да-да, еще совершенно недавно нельзя было, чтобы платье либо юбка вываливались из-под пальто. Это тоже модная тенденция. Этикет не допускает такого варианта. Пока модно, делаем. Как только выйдет, забываем. Дальше смотрим. Что тут? Сапоги с платьем и короткий рукав. Если короткий рукав, это лето. Если сапоги, это зима. Тоже смешение. Для того, чтобы можно было такое платье сохранить и оставить штаны, мы должны как минимум приклеить либо пришить рукав, который будет закрывать наш локоть. Ну и последнюю давайте посмотрим. Классические костюмы-босоножки. Ну тогда давайте еще последний раз. Все так легко, чтобы досталось немножечко и мужчинам. А цветные носки? У нас так и многие ходят. И это редкое исключение, когда мода взяла правила этикета абсолютно верная. По этикету всегда было правильно. Галстук подбирает либо подберем. Оля, мы не можем, мы тебя завершаем категорически, хотя готовы слушать вечно. У нас просто конец эфира прямого, поэтому спасибо тебе огромное. И эта картинка, надеюсь, не закончится в следующий раз. А мы прощаемся. Да, этот час Большой Город пролетел очень быстро. Нам было с вами хорошо и уютно. И надеюсь, что вам также было с нами хорошо. Завтра вновь на Беларуси 1 встречаемся в 10.45. Пока, Большой Город. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!